Это встреча на Думской. Меня зовут Елена Еремеева. Здравствуйте. Сегодня у нас в студии Алексей Касмин, глава регионального фонда госимущества Украины. Алексей, здравствуйте. Мы приглашали также в эту студию Виталия Кожухаря, активиста Одесской самообороны. Однако мы видим, что его здесь нет. Мы не будем давать оценку тому, почему он не пришел. Наверное, она и так уже сама по себе красноречива. Возможно, у вас есть какие-то версии, учитывая то, что вчера благодаря активистам самообороны вы оказались в мусорном баке, сверху обильно вас присыпали мукой и поле зеленкой. Вообще, как оцениваете все происходящее вчера, что произошло, на ваш взгляд? Оценивать произошедшее иначе, как дикость, которая не должна происходить в таком государстве, как Украина и в таком городе, как Одесса в 21 веке, с моей точки зрения, абсолютно однозначно. Если у представителей той или иной общественной организации есть ко мне, либо к другим людям какие-то вопросы, какие-то претензии, какие-то несогласия с нашей деятельностью, какие-то обвинения, для этого существуют цивилизованные формы обращения в прокуратуру, в службу безопасности Украины, в милицию. А есть там такие обращения? Говорят, что в принципе в прокуратуре на вас есть там некоторые дела заведены. На самом деле, насколько я знаю, никаких дел против меня в прокуратуре на сегодняшний день не заведено. По крайней мере, мне об этом ничего не известно. Даже не совсем представляю, по каким поводам эти дела могут быть заведены. Вчерашний налет и захват регионального отделения многочисленной группы камуфлированных, частично скрывающих свои лица людей. Сколько их было? Я думаю, от 20 до 30 человек на первом этапе, а уже когда все действие переместилось с 11 этажа на улицу, думаю, с учетом того, что подходили еще их сподвижники, соратники, думаю, что в общей сложности было человек до 50. Они вас насильно выводили издание? Да, естественно, да. Фактически меня выволокли из моего кабинета, принуждая, в том числе и путем физического воздействия с нанесением ударов и в голову, и в корпус. Ну, 30 человек против одного соотношения приемлемо для того, чтобы так, в принципе, иметь возможность принудить человека к каким-то действиям. Вот, фактически, под этими ударами я спустился по лестнице, мы лифтами не пользовались, спустился на улицу, где меня усадили в мусорный бак, закрыли крышку, там стучали, нагнетали. Это все фиксировали на видеокамеру? Да, они же фиксировали на мобильные телефоны, на видеокамеру, то есть эта акция была, безусловно, подготовленная. Основные обвинения в мой адрес заключались в следующем, что самооборона взяла на себя функции люстратора, органа, который определяет, кому работать, кому не работать, кому жить в этом городе, кому не жить в этом городе, кому жить в этой стране, кому не жить в этой стране. И вот с этим они пришли, считая, что я недостоин с их точки зрения занимать ту должность, на которой работаю. А в чем конкретно обвиняли? Конкретно обвиняли в многочисленных хищениях, не приводя ни одного факта. Говорили о том, что мы, что фактически под моим руководством были распроданы все заводы, фабрики Одесской области. Хотя я работаю три года в фонде государственного имущества, и мы, в общем-то, пока еще ни одного завода не продали. То, что проходила приватизация в 90-е годы, ну, наверное, это слишком давно, чтобы задавать вопросы мне. Говорили о проблемах завода «Орион», и на этом мы остановимся чуть позже и чуть подробнее, даже намного подробнее. Потому что, на мой взгляд, это краеугольный момент всего этого действия. Говорили о том, что я шпион разных разведок иностранных государств. Но, опять же, не приводя никакого мотивационного и подтверждающего фактажа. Мне кажется, они имели в виду здесь тот факт, что в 2008 году, возможно, вы его оспорите, вы были награждены командующим Объединенной группировкой Вооруженных сил России на Северном Кавказе медалью за участие в операции по принуждению Грузии к миру. Мощно это так звучит. В 2008 году Одесский городской совет проводил акцию «Чужих детей не бывает». Мэр города, тогда еще и Дортович Гурвиц, городской совет, ряд депутатов, ряд предпринимателей города обеспечили присутствие здесь детей в Одессе. Естественно, никуда мы из Одессы не выезжали, ни на какой Кавказ не ездили. А городской совет обеспечил нахождение примерно в течение месяца на одном из городских санаториев детей, которые были вывезены после боевых действий, которые проходили в Южной Осетии. Вот эти дети от 3 до 12 лет в сопровождении родителей, в общей сложности около 30 человек, ходили по циркам, по различным оздоровительным мероприятиям, загорали на пляже. А вы как содействовали этому? Мы содействовали этому организационно, мы содействовали этому финансово. Часть денег была выделена из городского бюджета распоряжением городского головы, и часть денег мы собирали просто среди депутатов, потому что на тот момент практически все мы занимались бизнесом, и я в том числе, и были возможности какую-то складчину организовать, продукты привезти, в воду соки завести и создать условия, чтобы маленькие дети, которые вырвались из зоны боевых действий, почувствовали себя в нашем городе комфортно. То есть вы отрицаете обвинение в том, что работая в Украине, вы работаете в интересах другого государства, в частности России? Работая в нашей стране, я работаю на интересы этого государства. Я работаю в государственной структуре, региональное подразделение этой государственной структуры в системе фонда госимущества на хорошем счету. Мы перечисляем, с нашей помощью перечисляются значительные средства в государственный бюджет, и фактически эта работа является вкладом в развитие экономики, обороноспособности нашей страны и способствует тому, что государственный бюджет наполняется для тех целей, собственно говоря, на которые будут потрачены потом эти деньги. Как на сегодняшний момент у вас складываются отношения с Александром Васильевым и с Григорием Кваснюком? Говорят, что вы их проекты сегодня продолжаете лоббировать, проекты, которые они начинали до того... Александра Васильева, депутат, знаю как депутата городского совета, но не видел, наверное, его уже года полтора-два, никак с ним не общаюсь. Григория Кваснюка вижу на сессиях, когда на них присутствую, потому что мы сидим в одном зале. Никакие проекты не реализую. Я, например, с момента, когда я начал заниматься государственной службой, я не занимаюсь, подчеркнуто, не занимаюсь политикой. Меня нет в медиапространстве, вернее, я в нем присутствую тогда и только тогда, когда речь заходит о вопросах, касающихся функционирования регионального деления Фонда государственного имущества. Поэтому политика ни в каком виде на сегодняшний день не является предметом приложения моих усилий, ни в виде каких-то проектов, ни в виде общего. Вот насколько в политическом плане моя деятельность проходит в городском совете, это в рамках тех решений, которые городской совет принимает. Не более самостоятельно, какой-то активной политикой я достаточно давно уже не занимаюсь. А не кажется ли вам, что в современных реалиях было бы куда уместнее, это не призыв, поймите правильно, уместнее иллюстрировать, скажем, Григория Кваснюкова, который открыто выступал уже, этот закон принят, об отмене памятника героям и воинам АТО. То есть, ну почему именно вы? Возможно, есть уже личности, у которых внимание самообороны... Я не буду говорить о Григории Кваснюке, я не отношусь к политической силе, которую он представляет. И его идеологию не поддерживаете? Я, честно говоря, давно уже с ним не общался, не знаю, какие проекты на сегодняшний день его интересуют. Вопрос, который вы задаете, почему это проводилось вчера и именно у нас, и именно в отношении меня, имеет с собой достаточно прозаическую основу. Мы находимся в достаточно долгом корпоративном конфликте вокруг предприятия «Орион», производственного объединения «Орион». Когда-то это было мощное производственное объединение стратегического значения. В 90-е годы перешло место систем жизнеобеспечения для танков на производство молочных бидонов. Уже тогда, конечно, о том, что предприятие является каким-то стратегическим для страны, речь уже не шла. Но вот только в этом году с него сняли, это был парадоксальный случай, предприятие, на котором ничего не производится, на котором нет никаких элементов оборудования, никакой техники, и производиться ничего уже не может. Вот до марта этого года считалось стратегическим для нашего государства. Ну, наконец, разобрались, его из этого списка исключили. Правительство Украины приняло решение, что акционерное общество «Орион», в котором государству принадлежит контрольный пакет, больше 50% акций, должен быть приватизирован в соответствии с 271-м постановлением Кабмина от 12 мая текущего года. Фонд госимущества выполняет задачу подготовки этого предприятия к приватизации. Приватизация определена в виде аукциона. Аукцион достаточно, наряду с биржевыми торгами, аукцион достаточно прозрачная форма. Пожалуйста, все, кто хочет, участвует, побеждает тот, кто предложит большую цену. В условиях, когда сегодня именно в Одесской области слово «инвестиции» приобретает совершенно новое звучание, когда областная власть проводит целый комплекс мероприятий по привлечению инвесторов в регион, по повышению инвестиционной привлекательности, в том числе и путем приватизации оставшейся государственной собственности, вовремя, безболезненно, прозрачно подготовить эту собственность к приватизации. Это и есть наш взнос в общую политику. Вы считаете, что вам сейчас мешают? Нам не то, что мешают. Вчера это был элемент, очередной элемент, один из финальных, наверное, запугиваний и расправок. А самооборона какое отношение имеет? А самооборона захватила это предприятие. Захватила или поддерживает бывшего директора? Она нелегитимно находилась на территории этого предприятия. Бывший директор, фамилия которого Кущак, уже не является директором достаточно продолжительной. Да, но он все равно выполняет же обязанности директора. Потому что он находится на предприятии нелегитимно, окружил себя бойцами самообороны. Им, видимо, идеологически близко поддерживать бывшего второго секретаря коммунистической партии, райкома какого-то нашего городского. Я, знаете, в ведомость зарплатную не смотрел. На платной, на бесплатной основе это движение осуществляется. Я думаю, что в этом мире ничего на заводе «Орион», по крайней мере, бесплатно не происходит. Часть бойцов самообороны, в том числе тех, которые участвовали в вчерашнем налете, являются штатными, теперь уже штатными сотрудниками службы безопасности завода «Орион». В том числе руководитель службы безопасности фактически руководил, ну, осуществлял руководящую роль во вчерашнем налете. Ну, видите, очень жаль, что нет представителей Одесской самообороны. Возможно, они бы как-то парировали вам, отвечали. В этом вам помочь не могу. Я, как бы, сюда пришел по вашему приглашению. Кто пришел, кто не пришел, извините, это вопросы не ко мне. Но никакой оценки вы этому давать тоже не хотите. Вот вчера 30 человек на вас напали, а сегодня один прийти не смог. Дело в том, что я разговаривал с этим человеком, который должен был прийти, и говорил, если у вас есть вопросы о функционировании… То есть вы уже договорились до эфира, да, что его не будет? Нет, я вообще не знал, что он приглашен на эфир. Мы просто вот вчера говорили о том, что если у вас есть вопросы, вот по существу, не просто крики «гоньба», «все украли», клиент уезжает, гипс снимают, вот это вот все. Если есть конкретика, давайте садитесь, хоть все, и будем разбираться с документами, если вы в состоянии разобраться с документами. Смотреть, показывать, потому что если мы кричим, что мы там продали лечебно-оздоровительный корпус, то в 2013 году, который реально ушел с предприятия по решению суда, то мы получили в управлении это предприятие, как региональное отделение, год назад, то есть в 2014 году, и никто его никуда не продавал. Если кричат, что мы распродали заводы все, пожалуйста, дайте перечень, вот что мы продали. Ничего не дают, отказываются? Да на самом деле сказать нечего, потому что в профессиональной, ну не знаю, насколько они способны вести профессиональную дискуссию, если просто пусть берут своих юристов, приходят к нам. Можно считать это официальным обращением. Пожалуйста, да, только не с битами и с травматическим, а не с стрельным оружием пусть приходят. Если есть у общественной организации вопросы, к нам часто обращаются, причем такие же майдановские организации, обращаются с запросами по тому или иному, скажем, помещению или объекту государственной собственности, как используется и так далее, скажем там. Вот буквально за день до этого совсем другая майдановская организация, евромайдановская, одесская, обращалась к нам, и мы, в общем-то, дали им ответ. Есть форма допуска информации в рамках закона о доступе к публичной информации. Этим пользуются общественные организации. Вас что-то интересует? Дайте запрос. Мы по закону в течение пяти дней должны ответить вам. В том виде, в котором вы хотите. В электронном, в письменном, в устном, пожалуйста. Есть вопросы? Приходите, садитесь за стол. Мы готовы говорить, в общем-то, с любым. Хотите, чтобы при этом присутствовал прокурор? Приглашайте прокурора. Будем обсуждать. Но этого же не происходит, потому что реально сегодня самооборона на Орионе заняла сторону, которая противоречит интересам государства. Чем дольше бывший председатель правления находился на этом предприятии, тем дольше государство с него не получало ничего. Да, там есть... Производственная деятельность не ведется. Там, думаю, что кроме тисков и кувалды никакого оборудования уже не осталось. Бывший директор ходит под уголовным делом за вывоз на металлолом имущество завода. Скоро суд состоится, ему объявлено подозрение. Предприятие реально не работающее. Но дать возможность подготовить его к прозрачной, честной, спокойной приватизации, чтобы его, наконец-то, эту разруху, которая находится на улице Горкаво, на улице Болгарской, на улице Степовой, кто-то это все купит, может быть, там что-то построить. Никакого профиля сохранять там уже, естественно, мы не будем. Там давно уже нечего сохранять. То есть вам кажется, если подвести так условно черту, что вы оказались вчера в мусорном баке, потому что завод Арион? Дело в том, что за неделю до этих событий состоялось собрание акционеров на предприятии. Собрание акционеров в акционерном обществе – это высшая форма управления, высший орган управления акционерным обществом. Не я, не Иванов, не Петров и Сидоров, а акционеры этого предприятия приняли решение, что бывший руководитель Кущак уволен. Все, он больше не является руководителем. Нового назначили исполняющим обязанности до момента проведения, как это положено, конкурса, потому что государственный пакет, больше половины – это значит предприятие государственного сектора экономики. Существуют нормы, как назначать руководителя. Нужно провести конкурс. Тот же Кущак может принять участие. И комиссия допустит его, не допустит, прислушивается. И только после того, как определиться на конкурсной основе, в общем-то, победитель, будем рассматривать его как акционеры и другие акционеры на руководителя этого предприятия. Нынешний, который назначен, на него есть представление Одесской государственной администрации. Еще в прошлом году в фонд госимущества было направлено соответствующее представление. Мы же его не на улице нашли. Его орган государственной власти, регионального уровня рекомендовал на эту должность. Я его до этого не видел этого человека. Пригласил, провел собеседование, смотрю, подходят бывшие офицеры и так далее. Правоохранительные органы как-то уже отреагировали на вчерашний инцидент. Да, возбуждено уголовное дело. По факту хулиганства. Рассматривается вопрос о возбуждении также по статье «Грабеж». Вас что-то украли? Да, конечно. В процессе налета были украдены два мобильных телефона, были украдены носители, жесткие диски, которые подключаются через USB-порт, вот эти так называемые карманы, да, в общем, они там достаточно дорогие. Потом через милицию телефоны вернули, а эти гаджеты не вернули. И мы обращались к этой самообороне, говорим, верните, если вы патриоты, если вы боретесь за справедливость, как говорите, то зачем же вы воруете при этом? Вот, поэтому рассматривается сейчас такое дело. Я вчера был допрошен как потерпевший, соответственно, написал заявление в милицию, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», внесено в единый реестр досудового расследования. Я думаю, что правоохранительные органы, которые, надо, к сожалению сказать, вели себя в процессе всей этой вакханалии, всей этой дикости, которой, на мой взгляд, не место в нашем городе, вчера вели себя достаточно пассивно. Что еще я хотел бы сказать? Когда я говорю, что вот такого рода сюжеты, в том числе в средствах массовой информации, которые буквально быстрее даже, чем в одесских СМИ, вчера прошли, как из-за разговора с работниками СБУ, я это знаю, по практически всем российским центральным каналам, возникает вопрос. Кто агент? Кремля? Кто, собственно говоря, представляет интересы Украины, а кто представляет интересы другой страны? Вот как раз у нас очень мало времени, остается, хотела... Извините, секундочку. Еще центральные украинские средства массовой информации не успели отреагировать, а российские уже отреагировали. И везде прошло, смотрите, вот в той самой Одессе, где как бы строят пилотный проект стабильного, спокойного, инвестиционно-привлекательного региона, смотрите, что происходит. Кому выгодно такие сюжеты? И почему-то мгновенно после того, как самооборона снимала это на свои видеоносители, это вдруг оказалось параллельно, одновременно. Ведь я же не думаю, что восемь российских корреспондентов с разных каналах проходили случайно мимо по улице и начали это снимать. Значит, кто-то с координирования слил это видео, слил эту информацию, распространил там, и тем самым нанес информационный урон нашему государству. Но вот, тем не менее, разжигателем войны в Одессе, в частности, называют именно вас. В чем это заключается? — Так вот, мне очень хотелось бы, вот я сегодня прочитал, что самооборона собирается передать в СБУ материалы о моей противоправной деятельности, я этого очень хочу. Когда вчера кричали, его нужно сдать в СБУ, я говорю, давайте все вместе садимся, едем в СБУ, еду вместе с вами. Если ко мне есть претензии, вот как вы думаете, если бы я был там, как вчера кричали, что я там и шпион ФСБ, и ГРУ, и я не знаю, там МОСАДА, ЦРУ, там много чего звучало, вот, неужели бы наша СБУ, которая занимается вот этой тематикой достаточно плотно, до сих пор не начинала бы задавать какие-то ко мне вопросы. Если говорят о том, что моя деятельность в этом направлении противоправна, пожалуйста, давайте фактаж, давайте какие-то призывы, якобы, которые там от меня звучали к чему-то, ну, сегодня все, что рукописи не горят, все, что сказано, оно остается в сети, в интернете и так далее. Я считаю, что вот это все, это наносная шелуха, а в подоснове лежит простой коммерческий интерес. Это предприятие Орион, самооборона отрабатывает заказ, для меня это совершенно очевидно. Опять мне жаль, что никто не может на это никак ответить, на этом поставим точку. Напоминаю, что сегодня на встречах на Думской у нас был Алексей Косьмин, глава регионального фонда госимущества Украины. До новых встреч на Думской, до свидания.